13.06 в Кирове на студии на ФМ программа «Особые мнения». Меня зовут Юлия Афанасьева, и сегодня напротив меня сидит член Общественной палаты Кировской области Олег Ткачев. Олег, добрый день. Добрый день. Я вначале напомню, каким образом можно с нами связаться. Во-первых, это раздел анонсы на сайте эхокирова.ру. Там можно задавать вопросы нашим гостям. Там нас можно также смотреть, онлайн-радио-видео-трансляция на сайте эхокирова.ру. Можно писать мне в Твиттер по ходу программы. Стараюсь вопросы задавать нашим гостям и озвучивать в эфире. Итак, Олег, вот готовилась я вчера к программе. Признаюсь честно, хотелось взять какие-то другие темы, кроме выборов, но такое ощущение было, как будто у нас кроме выборов и отставок, и назначений, ничего в области не происходит. Самое крупное событие в стране, это, конечно, выборы. И, конечно, это пока горячо, пока живо, все люди обсуждают. Результаты выборов очень интересные. Ну, давайте тогда с них и начнем. Наверное, сначала спрошу о вашем общем впечатлении и вашем общем ощущении от того, как они прошли. Выборы, на самом деле, мне кажется, прошли достаточно скучно, но получился очень интересный эффект. По сравнению с предыдущими выборами, этот сезон показал то, что люди разуверились во власти, люди разуверились в тех механизмах, которые позволяют выдвигать своих представителей куда-то, люди на выборы не пошли. И даже те победные реляции, успехи партии власти, то есть если сравнить, допустим, с тем же 2011 годом, то по Кировской области, если не ошибаюсь, партия власти в 2011 году по федеральному списку собрала 212 тысяч голосов. В этом году по двум округам, там, 167-8, ну, как-то так, тысяч голосов. То есть люди не считают для себя необходимым, важным, нужным идти и поддерживать вот такой институт выборов. А явку не сравнивали нынешнюю и 2011 года? Ну, явка была значительно меньше. Ну, вот в этом году я сейчас открыла портал девятка.ру. Предварительная явка в Кировской области составила 36,67%, но это, вот скажу, данные на 18-е число вечер, 7 вечера. Вот так что, наверное, фактическая явка составила больше. Ну, хорошо, вот вы сами сказали, да, сравнивали количество людей, голосов, которые набрала Единая Россия в 2011 году и сейчас, учитывая, ну, в принципе, невысокую явку, наверное, да, там, 36 с хвостиком процентов, считаете ли вы эти выборы легитимными, вот просто где-то внутри себя? Я не считаю их достаточно справедливыми, вот, ровно из-за той конфигурации, там, политической системы. Но, как бы, юридически... Нет, не юридически, я имела в виду. За неимением иного, то есть, нам придется это признать, там, результаты выборов, то есть, и согласиться, потому что альтернатива, если мы не согласны, там, с результатами выборов, там, совсем, вот, мы отрицаем результат полностью, то остается только один путь, там, идти на баррикады. Потому что, если мы говорим о том, что власть захвачена, там, там, нечестным, незаконным путем, то, собственно говоря, там, любой честный гражданин должен защищать свой дом, вот, от захватчиков. Я не думаю, что, там, ситуация до этого дошла, или, по крайней мере, я не думаю, что этот вариант принесет большую пользу для страны, для региона, там, чем вариант, там, терпеть дальше. Ну, я имела в виду, да, не юридическую легитимность нарушений, вот, всю эту историю, я имела в виду вот это вот осознание, что Государственную Думу и ОЗС выбирала, получается, ну, допустим, Единую Россию, вот сколько у нас выбрала? Ну, да, это, как бы, крайне незначительное количество, там, число людей, там, пришли, и, там, изъявили свою волю, и, собственно говоря, навязали выбор всем тем, кто не пришел, вот. Ну, это, собственно говоря, это тоже выбор ровно тех людей, которые не пришли. Мы живем, там, там, избиратели, это взрослые люди, вот, они вправе принимать любые решения, в том числе и решения, там, не доверять никаким институтам и не ходить. Они проголосовали вот так, там, сидя на диване, там, занимаясь садово-огородными работами, это их выбор, и мы должны с этим выбором тоже, там, жить дальше, смириться, там, мы должны этот выбор тоже уважать, то есть, надо просто задуматься, почему люди сделали такой выбор, вот, кто, кто виноват в таком выборе. Да, конечно, и оппозиционные партии виноваты, то, что не смогли в этих жесточайших условиях, как бы, придумать какую-то новую повестку и предложить, ну, не смогли сделать чудо. Мне кажется, что даже прежде, чем придумывать новую повестку, нужно просто каким-то образом заманить людей на избирательные участки и объяснить им, зачем они должны туда прийти. Это и есть, как бы, новая повестка, то есть, объяснить людям новый смысл, ради которого стоит, все-таки, там, потрудиться и прийти. То есть, люди не поверили, что дело стоит того, чтобы пойти и проголосовать. Люди не поверили. Государственной системе, там, выборной системе. Многие, там, знакомые, с которыми я разговаривал, которые не пошли, я уговаривал, там, сходите, проголосуйте, за кого считаете нужным. Я не буду, там, предлагать, там, свои какие-то, там, варианты. Просто сходите, проголосуйте. Нет, мы не верим, что что-то изменится, нас все это достало, мы никому не верим, мы не верим ни власти, ни оппозиции, мы никому не верим. Мы просто не пойдем. Мы не будем в этом участвовать. Когда люди отказываются участвовать в управлении, там, собой, вот, ну, получается, что решения за них принимают те, кто, ну, пожелал сделать, принять такое решение. И вот на фоне, там, достаточно низкой явки ценность каждого отдельного голоса избирателя, он, там, вдвое, там, если не втрое, выше, чем на выборах, там, того же, 11-го года. Там, там, и несоизмеримо, там, более ценен, там, там, с выборами 2003-го года, там, и предыдущих, то есть, когда люди действительно ходили и голосовали. А кроме того, что люди разуверились во власти и, так скажем, ногами проголосовали за это, чем еще вам запомнятся минувшие выборы? Да, собственно говоря, особо-то и ничем. Было, конечно, неприятное ощущение, то есть, я надеялся, вот, если смотреть на общие, вот, федеральные, там, выборы, там, очень неприятно было и после назначения нового, там, главы Центра избиркома, видеть эти ужасные видео, там, с выбросами бюллетеней, там, где велось видеонаблюдение, там, и прочее, прочее. Вроде как бы было обещано, там, и заявлено, что будет принципиальная позиция, и, там, мы не допустим. То есть, хотелось бы, там, верить, что эти сигналы, там, нового главы дошли до мест, там, но, оказывается, не дошли, и, там, позиция, ну, не знаю, там, она кажется принципиальной, но настораживает, там, нотки, что, а если факты не подтвердятся, мы имеем право, там, подать за клевету, вот, на тех, кто жалуется, на какие-то правонарушающие технологии, вот, ну, вот, такие, вот, вот, неприятные, там, гаденькое ощущение. И это, заметьте, видеонаблюдение, вот, вот, видеофиксация, которую, там, в ролике мы все видели, там, в интернете, это шли только в крупных городах, то есть... А чего мы еще не видели? А чего мы еще не видели, вот, то есть, остается только догадываться, и вот это вот все укладывается в такую вот, в общую картину, и, как бы, с одной стороны, и подтверждает тезис о том, что, зачем я пойду, там, все равно, как бы, все нечестно. Вот. Ну, хочется надеяться, что Центр избирком примет достаточно жесткие решения в отношении тех, кто, кто себя показал, в отношении тех избирательных комиссий, которые себя показали таким образом. Вот уж, если, там, найдено, если зафиксировано, вот, то необходимо всем остальным избирательным комиссиям, там, участковым избирательным комиссиям, территориальным, показать, что, как бы... Так делать нельзя. Так делать нельзя. И будут очень серьезные последствия. Олег, вот, я сейчас предлагаю прерваться на небольшой перерыв. Я напомню, что это особое мнение Олега Ткачева, члена Общественной палаты Кировской области. Мы очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же сидит Олег Ткачев. Разговариваем мы о состоявшихся выборах в Кировской области. До перерыва мы как раз говорили о потрясающих видеороликах, которые гуляют по интернету, со вбросами толстых пачек бюллетеней. Вот, Олег, все прекрасно знали, что на участках видеонаблюдения. Это что такое? Местные власти перекреативили? Или это такие сигнальчики из центра, что вы нам обеспечите результат любыми способами, неважно как? Я не думаю, что это какие-то прямые сигналы из центра. Это вообще наша государственная система. То есть она скроена таким образом. Я не верю, что это напрямую были приказы какой-то именно власти, исполнительных органов власти. Смотрите, в выборах участвует наиболее активная часть населения, наиболее активная часть населения, владеющая ресурсами и так далее. То есть элиты, которые пытаются удержаться у власти, которые уже у власти, это не обязательно позиция власти как таковой, как аппарата государственного управления. Это позиция местных элит. И эти местные элиты, обладая какими-то ресурсами, финансовыми и прочими, то есть они придумывают альтернативную параллельную государству систему воздействия на структуры, в том числе избирательные комиссии. То есть я не знаю, как это называть, везде в каждых регионах по-разному, где-то сильнее партийные структуры, где-то сильнее внепартийные структуры. Сообщества или отдельные олигархи, те, кого мы называем олигархами, имеют в своих штатах, нанимают специалистов, которые умеют договариваться, умеют в каждую избирательную комиссию посадить по верному человечку, который бы и остальных подбил на какие-то такие действия. То есть это не обязательно именно четкая, продуманная позиция власти как таковой. Я сомневаюсь, что из Кремля лично Путин раздает приказы, а ну-ка давайте-ка выборы фальсифицировать. Власти самой мешают. Вот такие факты власти самой мешают. Но так как это делают люди, которым они как-то там доверились, и с ними участвуют, и с ними состоят в одних структурах, на них опираются, то где-то вынуждены терпеть, где-то подзакрывать глаза. А хотелось бы, если уж факты вскрылись, то гнать и применять все предусмотренные для этого законным методы. А Вы верите, что будут применены все предусмотренные законным методами? Опять же, в разных местах по-разному. То есть, когда там Элла Панфилова сказала, что поручено разбираться там местному МВД, что происходит там в Алтайском крае, вот, у меня берет сомнение, что Москва далеко, вот. Где Алтайский край, а где Москва? Да, да. А Элла Панфилова сказала, если факты подтвердятся, то это тема для уголовных дел. Но проверку фактов поручено, опять же, местным. А там в Алтайском крае может быть все по-разному. Я не знаю ситуацию в Алтайском крае. Я не знаю тех сотрудников МВД, которые будут перепроверять факты. Чего? Мы в Кировской области раньше видели совершенно веселые картинки. Сами приходили на избирательные участки, видели привозные автобусы, видели одни и те же люди, которые голосуют на этом участке. Вот они переехали 200 метров, и они же голосуют на другом участке. Когда я задаю вопрос присутствующему тут же председателю территориальной избирательной комиссии, извините, а вот это что? Он пожимает плечами и говорит, ну ты же сам все понимаешь. Мы идем писать заявление, и получаем совершенно гениальный ответ, что по вашему заявлению, то, что вы видели своими глазами, проведена проверка, факты не подтвердились. Забудьте, что вы это видели. Факты не подтвердились. Все, проверка завершена. И что в такой ситуации делать? Такая бумага может быть направлена куда угодно, в Москву, Памфиловой. То есть она поручила, проверили, подтвердилась, не подтвердилась. Все остались при своих. Если так и будет, то это будет очень грустно и печально, и пропадет последние какие-то там... Остатки веры? Да не веры, а остатки надежды, может быть, на то, что новый глава Центра избиркома будет более принципиален, чем прежний. Вот, знаете, в понедельник в эфире у Светланы Занько была Юля Шевцова, главный редактор газеты «Вятский наблюдатель». И она поделилась замечательной историей. Историей про пирожки и ромашки. Я сейчас кратко вам перескажу историю про ромашек и попрошу вас дать оценку. Вот кто такие ромашки? Ромашки — это бабушки, которые стояли рядом с избирательными участками на выходе и раздавали всем проголосовавшим карты садовода. Ну, а бабушки эти были, конечно же, членами Союза Садоводов России. На этот факт жаловались представители других партий, ЛДПР, КПРФ. И при этом оказалось, что таким образом это были не просто бабушки, это были бабушки, которые проводили экзит-пол. И этот экзит-пол заранее согласовали. Как вы оцениваете этот креатив, с позволения сказать? Ну, это все на грани фолы. То есть то, что экзит-пол, то, что согласован. Ну да, ну согласован. Но вот все это выглядит так, грязненько и достаточно неприятно. Хотелось бы видеть, опять же, честных кандидатов, которые так не поступают. Хотелось бы видеть. А креатив, креатив Олега Дрьяновича вы оценили? Это же надо, бабушки проводят экзит-пол. Ну, как бы, чего мы тут, мы же не на конкурсе креатива. А такое ощущение, что именно там. Много забавных вещей случается в жизни, но как бы забавные вещи лучше, я не знаю, делать на сцене. Хочешь пошутить, хочешь насмешить народ, ну, там, выходи на сцену и давай, там, гармонь можно взять, там, бас-гитару, ну, не знаю. А выборы не тот повод, чтобы смешить людей. И так люди достаточно горячо воспринимают результаты выборов. И вот такое ощущение, что страна рвется. Вот страна рвется по различным, там, линиям, по различным швам, трещит. Люди перестают понимать друг друга. Там, патриоты перестают понимать либералов, то есть просто разговаривать на разных языках. Власть перестает понимать, там, нужды и потребности тех людей, там, и говорит, там, денег нет, ну, вы держитесь. Ну, какие-то вот неловкие, неумелые фразы, которые, там, предприниматели откровенно не понимают, живя, там, в своей какой-то реальности, что их покупатели, там, получают зарплату, там, в 10 тысяч рублей, там, зарплату, пенсию. И на эти деньги вынуждены жить целый месяц. Вот, вот, люди перестают понимать друг друга. И это проблема уже всей страны. Вот в этой ситуации, вот, еще нагнетать, еще какой-то, вот, вот, давать поводы для недопонимания. Вот, кто, кто эти люди, чем они занимаются, там, рядом с избирательными участками, зачем они раздают какие-то вещи. Ну, в принципе, ну, надо думать головой, прежде чем делать такое, чем злить и запутывать и до того, как бы, разозленный, запутанный народ. Причем у избирательных участков это, опять же, воздействие на тех, кто пришел, на активных, вот, не на тех, кто сидел на диване, вот, на тех, кто все-таки считает для себя это важным и нужным прийти. И, вот, делать какие-то непонятные этим людям вещи, это дополнительно их злить и дополнительно еще и их разуверить в том, что система может быть справедливой и честной. Вот, еще по поводу сознательного уменьшения явки, хотела спросить, рассказывали эксперты о том, что в некоторых жилых районах города Кирова на подъездах были вывешены объявления с адресами избирательных участков, объявления заведомо неверные, по этим адресам избирательных участков не было. И когда человек туда приходил, там, понимал, что его ввели в заблуждение, там, условно, либо ему было лень искать настоящий избирательный участок, либо он не знал, куда идти, но было ощущение, что явка сознательно занижается. Ну, я не верю, как бы, в это, вот, в такой заговор, что это было сделано специально. Мне кажется, что такое просто произошло из, ну, как бы так сказать, из-за степени компетентности избирательных комиссий, которые занимались этими приглашениями, там, не туда поклеили, да, и так сойдет, ну, перепутали там чего-то. Вот, я не думаю, что эту явку занижали специально, что в этом был какой-то умысел. Границы избирательных участков перекраиваются постоянно, то есть меняются округа, появляются новые микрорайоны, вводятся в строй новые дома, численность на участках изменяется, участки, как бы, перекраиваются, то есть по закону у нас численность избирательных на участках, она примерно, вот, должна быть равной, там, 2-3 тысячи, там, избирателей, вот, и если, там, выстроилось несколько домов рядом, то открывается новый избирательный участок. Да, нам на горячую линию тоже звонили люди, там, с вопросами, где мой избирательный участок, вот мы переехали сюда, и вот не знаем, или мы всегда ходили голосовать вот сюда, а здесь, оказывается, мы туда приходим, а нас посылают голосовать в другое место, вот. Ну, сколько я помню, сколько мы контролировали выборы, там, там, с 90-х годов, то есть перекраивание избирательных участков, это, ну, постоянно, то есть их переносят из одного учреждения в другое, то есть не так много участков, ну, много, но, на самом деле, достаточно много участков люди сменили, там, живя на одном, там, постоянном месте, я, там, допустим, за 15 лет где-то был в 3-4, там, местах, то есть, ну, близлежащих, там, куда переносился участок, меня это не очень злит, я просто предпочитаю... Ну, вы, наверное, информационно подкованный человек, вы знаете, где это все посмотреть. Ну, я знаю, что в пределах шаговой доступности все равно этот участок должен быть, там, рядом с тем местом, где я живу, вот. Вот, и если я пришел, и моя улица, мой дом оказалось перерезанным не сюда, а, там, на соседний участок, то я знаю, что до него идти, ну, там, 5 минут хода, там, ну, максимум. То есть я просто спокойно спрошу, вот, и для меня это не повод разворачиваться и уходить обиженным, что, ах, я не нашел... Ой, все! Ой, все, да. Всемирный заговор, меня послали не на тот участок. Хорошо, я предлагаю на этом прерваться. Я напомню, что это особое мнение Олега Ткачева, члена Общественной палаты Кировской области. Сейчас мы уходим на рекламу и через пару минут вернемся. Мы возвращаемся в эфир, это особое мнение члена Общественной палаты Кировской области Олега Ткачева. Ну что, Олег, давайте поговорим про пирожки. Пирожки я упомянула в связи с членом партии «Справедливая Россия» Павлом Дорофеевым. Вот его пытались снять с предвыборной гонки, обвинив, что он пытался подкупить бабушек пирожками, которыми он их угостил на встрече. Снять его не получилось, но на самих выборах на его округе номер 27 Дорофеев долгое время лидировал, лидировал, лидировал до самого вечера. А утром, когда подсчитали окончательные результаты, выяснилось, что Дорофеев проиграл Яговкину, своему оппоненту из «Единой России». И проиграл он какую-то смешную долю процента, там полпроцента, по-моему. Как вы это можете прокомментировать? Ну а как это прокомментировать? А вы верите, что это честный результат? А вот наблюдатели Дорофеева там были, при подсчете голосов, были ли закрыты там все участки наблюдателями, были ли подготовлены эти наблюдатели и знали, в какой угол смотреть, когда можно отворачиваться, когда нельзя отворачиваться? Расскажите, когда можно отворачиваться, а когда нельзя? Ну, знаете, вот за много лет участия в различных формах контроля за избирательными компаниями, иногда приезжаешь на участок, спрашиваешь, наблюдатели у вас есть? Да, есть, вот сидят. Подходишь, вы наблюдатели, да, наблюдатели. От каких партий? Ну вот от оппозиционных. Извините, пожалуйста, а вот это вот что? Показываешь пальцем, а что? Нормально все. Да как нормально? Ну, когда это прямое нарушение там закона. А вот это вот что? Это о чем был вопрос, например? Ну, это, там, ну, бесит незаконная агитация в помещении для голосования, допустим. Понимаете, у нас тотальное количество, где взять грамотных наблюдателей, которые знают законодательство, знают свои полномочия, знают, как себя вести. И при этом еще по складу характера готовы, там, там, встать и, там, я не знаю, там, быть белой вороной и сказать, там, ребята, извините, а вот я считаю, что вот вы неправильно поступаете, там, я буду писать там заявление. Это психологический человек должен быть подготовлен. И, кроме этого, он должен быть подготовлен еще и юридически к выборам. Не просто сидеть в качестве мебели, там, ну, на избирательном участке, там, символизировать, что наблюдение как бы есть. Человек должен быть подготовлен. Меня забавило, вот, в соцсетях, там, краткие комментарии, там, в том числе и наших кандидатов, вот, депутаты, которые писали, ой, так все, тут, тут, там, быстро, там, сижу на подсчете, все, это очень интересно, первый раз там участвую. Ну, вот, это самое, я не могу уследить, когда один считает, когда бюллетени, там, один считает, там, в одной стопке, другую. У меня не получается одновременно слить, так, если сам кандидат не знает того, что по закону, там, не должно быть параллельного подсчета, там, бюллетени. То есть, бюллетень должен, там, подниматься, вот, называться, там, фамилия и, там, явным образом, класться в одну стопку. Да, это медленнее, вот, да, избирательная комиссия, там, пытается, там, там, сэкономить время, там, со злым умыслом, без злого умысла, неважно. Вот, вот, но процедура написана, как считать бюллетени, в присутствии тех же наблюдателей. Ни наблюдатели, ни кандидаты, зачастую и не знают, как правильно надо. Не знают, и, там, многие члены избирательных комиссий, вот, как председатель сказал, так и, чтобы быстрее, там, в несколько рук считать, одновременно. Вот, я был в таких ситуациях, я останавливал, вежливо просил, как бы, вот, доставал, там, текст закона, показывал, вот, смотрите, как должно быть. Вот, вменяемый председатель, там, тоже останавливался, говорил, ладно, хорошо, все сделаем по закону, чтобы не было никаких претензий. Вот, это, конечно, при обилии бюллетеней, то есть, когда, там, четыре бюллетеня, там, в городе было, сидеть можно и до утра. Каждый бюллетень поднимать над головой, громко произносить и класть, там, в одну кучу. Но, зато, не возникает никаких сомнений, что все бюллетени положены в правильную плачечку. А, они, не так, как иногда бывает, что бюллетени одного кандидата положили другому кандидату, быстренько пересчитали бумажки, там, количество, стопку бумажек, вот, цифру записали, и вот это, как бы, результат. Это одни из технологий, там, фальсификации. Вот, чтобы этого не было, должны быть грамотные наблюдатели. Я, вот, пример такой, вот, один привел, их масса вот таких вот тонкостей. Они все готовы за этим следить. Я не готов комментировать, там, что произошло, там, на избирательных участках, на избирательных участках всего округа, а это не один избирательный участок, там, у Дорофеева и Яговкина. То есть, насколько правильно пересчитали, вот, и изменится ли эта цифра, если вдруг... Их пересчитают заново. Их пересчитать заново, там, вот, по одному. Вот, я не знаю. Может быть, там, действительно, как бы, они вышли, там, вровень, и, там, сотые, более процентов решили все. Там, может быть, действительно, там, десяток избирателей решил судьбу кандидата. Ну, всякое бывает. Бывают ошибки. Ну, очень сложно сейчас, после того, как выборы завершились, протоколы подписаны, потребовать на пересчет бюллетеней, это достаточно сложная процедура. Должны быть какие-то, там, достаточно резкие, там, основания, вот, с прокуратурой требовать. Ну, такие случаи тоже бывали, но не так часто. Олег, скажите, пожалуйста, почему вы на этих выборах не работали наблюдателем, а на этих выборах были на горячей линии общественной палаты? Ну, последние, там, несколько сезонов мы от общественной палаты традиционно проводим горячую линию. По связи с избирателями помогаем, избирателям сориентироваться, отвечаем на те самые вопросы, где избирательный участок, вот, как правильно реагируем на сигналы о нарушениях, если они бывают. Вот, то есть, это тоже работаю, и мы хотели бы, в частности, и в общественной палате, знать мнение избирателей, там, во время голосования, что их смущает, как они к этому относятся. Я могу быть, там, одним наблюдателем, там, на каком-то одном участке, ну, мне кажется, что важнее, все-таки, ну, лично для себя, там, общаться с избирателями, много их там будет или мало, неважно. Ну, вот вы говорите, что были звонки от избирателей с вопросом, а где мой избирательный участок, а еще о чем спрашивали, были ли жалобы? Были жалобы, там, там, пара-тройка человек пожаловались на, ну, как им показалось, незаконную агитацию в интернете. Вот, ну, то есть, в день голосования кто-то увидел рекламные, там, какие-то посты. Ну, мы посмотрели по приложенным ссылкам, там, нарушений не было, эти посты были размещены ранее, там, 14-го числа, там, прочее. И, там, в соцсетях где-то просто, там, частное лицо написало, там, приходите, голосуйте, там, за тех-то, за тех-то. Вот, намного ранее. Как удалять пол интернета, ну, таких записей в день голосования, ну, это нереально. Ну, вот, кстати... Это не было как таковой агитацией в день голосования, ну, просто старая запись. Были сигналы, вот, как раз задавались, опять же, вопросы по поводу... Садоводов, вот, раздраженные люди не понимали, что это, что это значит. И это казалось той, аналогом той самой технологии с 500 рублями, что, вот, кто-то к кому-то подходит, спрашивает, а не садовод ли вы? А если вы садовод, если вы правильно проголосовали, то, может быть, там, куда-то выводят и деньги получать, или еще что-то там. Ну, вот, разные же мысли рождаются у людей. А никто, так, и особо-то не стремился объяснять, кто эти люди, и что они здесь делают, зачем. И что они там выдают. Да, и что они там выдают. Это раздражает людей. Вот, люди, как бы, вне, там, союза садоводов, вот, их это действительно напрягало, они звонили. Были звонки и рассказывали о случаях, когда в день голосования звонили, предлагали проголосовать за конкретных кандидатов. Ну, это уже явное нарушение. А предлагали проголосовать за какое-то вознаграждение? Нет. Просто? Приглашали на выборы и говорили, что вот такой вот есть кандидат, за которого стоит проголосовать. Ну, это явное нарушение, так поступать нельзя. Вот, причем представлялись совсем, представлялись вообще общественные палаты. О, как! Ну, да. То есть мы сейчас вот ищем вот фактические телефоны, с которых были произведены звонки, чтобы все-таки там уточнить с этими людьми, какое право они имели там представлять сообщественные палаты и призывать голосовать за конкретного кандидата. Олег, скажите, пожалуйста, а чем вы для себя объясняете высокие результаты Единой России, ой, Единой России, господи, ЛДПР на этих выборах? Вроде бы никто не ожидал, а они взяли и набрали почти 25%. Да, они набрали столько же, сколько всегда набирали. Просто это самое, все остальные просели, в том числе Единой России. То есть, как бы, люди, которым нравится стиль поведения, там, лидера партии ЛДПР, вот, они всегда ходили и еще будут там некоторое количество времени ходить на выборы, пока есть такой яркий лидер, который громко говорит. Ну вот, они голосовали и будут голосовать за него. А справедливая Россия почему просела, как вы считаете? Ну, справедливая Россия, на самом деле, там, не всегда понятно и не всегда очевидно, чем, по сути, она отличается, кроме, как бы, ну, другого цвета флага. Отличается от кого? По федеральной повестке, прежде всего. Вот, по федеральной повестке, ну, чем отличается справедливая от едины? Вот, да так сразу-то, как бы, это, сходу-то и не скажешь. Вот, по местным делам, да, там, люди отличаются, там, люди отличаются убеждениями, там, поступками, там, чем-то еще более позиционным. Но, все-таки, у нас большую часть мнений навязана, там, федеральной повесткой, вот, и федеральными раскладами. Ну, и, наверное, вот, последний вопрос, прошу вас ответить очень коротко. В правительстве области перестановки покинул свой пост Борис Веснин, Альберт Запольских. Ну, в общем, уходит старая команда, приходит новая команда, и в новую команду приходят, ну, так скажем, люди федеральные, да, из каких-то федеральных ведомств, министерств и так далее. И это люди, ну, так скажем, возраста старшего. Если до этого я считала, что у нас такое относительно молодое правительство, теперь мы видим, что, там, 50-60 лет среднего возраста. Как вы оцениваете вот такое обновление команды? Ну, во-первых, да, это федеральные какие-то чиновники, у которых, наверное, ну, немного другой взгляд. А, во-вторых, вот этот вот скачок возрастной. Ну, если раньше, там, в шутку называли, что Вятка – это барокамера свежего воздуха, то на данный момент барокамера закрыта. Я думаю, что сейчас здесь будет реализовываться более консервативная повестка. Как себя конкретно проявят непосредственно, там, люди, которые сейчас приходят, скорее всего, они будут мудры, осторожны, вот, но вряд ли стоит ожидать от них каких-то громких заявлений и, там, серьезных прорывов. То есть, ничего инновационного, я думаю, что в Кирове долгое время еще происходить не будет. А вот скажите мне, в чем мудрость решения, когда, там, со своих постов убирают людей, которые эти должности занимали ранее, но никому не передают их обязанности? Ну, многие ведь проблемы могут между стульев упасть. Вот то, что происходит вот прямо сейчас, вот, замена, там, там, одних кадров, там, другими, вот, это пройдет. Вот, там, и люди придут, и специалистов привлекут, просто эти специалисты будут более осторожные. Ну, смотрите, дела не переданы, да, ушли люди, никому не передав свои дела, ушел Вершинин, не передав свои дела никому, там, ушел этот же Запольских, не передав свои дела никому, ушла Медведева, не передав свои дела никому. Есть же какие-то там договоренности, проблемы, вопросы, которые, может быть, там не отражены на бумаге или не сразу их найдешь. Реализация конкретных дел и конкретных проектов, это, конечно, скажется. Но в целом, я думаю, что переживем и это, как ни один раз переживали. Спасибо вам, Олег, за ваше особое мнение. Я напомню, это был Олег Ткачев, член общественной палаты Кировской области. Я благодарю вас за эфир. Эфир для вас свела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.